У нас не то, что внутри все варится, у нас снаружи уже шлокопухи увариваются. Мэр Сергей Дорощук встретился с жителями Никольского. Проблемы здесь все те же. Вред от близости угольного разреза, плохая вода в водопроводе и аварийное жилье. Мы собрались, весь поселок здесь собрался, мы хотим узнать на счет переселения. Как, что, будет ли переселение в течение пяти лет или не будет? Расскажите нам, объясните. Программа написана, по имену список домов определен, ну, соответственно, и людей, которых в этих домах проживает. У нас вторая цифра после архи, в архе было признано аварийным 150 тысяч квадратных метров, у нас признано 100 тысяч квадратных метров, там чуть больше. Для Углегорского района надо построить примерно 60 новых домов. Правда, денег на это нет. Ну, вот так у нас все, как бы, немножечко с раскачкой происходит, да, привычно в нашем русском обычном, да, так это, медленно запрягаем, зато быстро ими. Я рассчитываю, что мы это сделаем до 26-го года. Скоростные гонки углевозов, шум от них и всегда грязная дорога. Еще одна боль сельчан. Трасса общего пользования идет вдоль Никольского. Насчет перевозчиков по дороге. Невозможно ходить. Невозможно. Они не отступают. Ты же пешкодную дорожку. Вот стоишь, махнешь, вы планируете тебе. Вот и что так вот показываешь? Ну, как быть, ну, они друг друга обгоняют. Вот три дня, они подвалить, и она находится, и едет. А пылюка поснимается. Сергей Дорощук людей обнадежил, но не совсем. Запустят конвейер. Такое количество автомобилей, которые, правда, там, ну, пустят грязь на дороге, там, по этой. Возможно, проблема останется, но уже не в таком количестве. Потому что автомобили просто в таком количестве их не надо будет. Кстати, проугольный конвейер восточной горнорудной компании. Он еще не готов, но уже доставляет людям массу проблем. Огорную вообще вся разбитая, потому что вот эти, кто делает конвейер, они начали там технику большую, такую огромную, по ней гонять, и всю улицу разбили. Эти деньги как бы ушли на ветер. Все, что вот три миллиона этих отсыпали щебнем одним, другим, и все это сейчас разбитая улица. Сейчас у нас там конвейер засыпал просто все. И огороды, и у нас ручей, то, что идет, все это просто поднимается, и все это идет в огород. Очевидно, что контролирующим органам надо обратить на эту стройку века пристальное внимание. Еще одна серьезная проблема для Никольского. Больше месяца люди живут неполноценно. Из водопровода льется техническая вода. Жители уверены, во всем виноват солнцевский угольный разрез. Когда на солнце перестанет трогать вот эту вот дыши, мы вот сейчас вода очищается, очищается, но мы не знаем, утром встанем, ухажаем, а вода снова упадет. Воду полторашку вот набирала просто ради интереса. Думаю, сколько она будет оставиться. На мне стоит уже полторы недели. Вот такой у нас осадок отстоялся. И вода, она даже вот ни на сколько, ни вот не посветлела. Вот может быть, ну вот прям на чуть-чуть. И осадок очень большой. Когда воду действительно набирали, вода была мутная. Были вот как вот разводы вот этого, как вот соляра, не соляра какой-то отработки. Очистные – это показуха они сделали. Вы представляете, вот сколько этих закопушек, где копают, берут уголь. Получается яма. А чтобы все это очистить, это надо все пустить через очистные. Это финансовые затраты. Коммунальщики с этим не согласны. Плохая вода в селе не из-за разреза, говорят они. Всему виной большое количество снега, выпавшего этой зимой. Действительно, мы ходили туда, и вам разрезано еще не дали. То есть обводной канал, но есть обводной канал. По обводному каналу все интервью. Следующим этапом, да, как бы, это пойдет красная вода. Пять раз везет. У вас каждый год идет красная вода. Какая красная? Нет, у нас пирог на даре. Красная вода у вас идет. Прошлый год, позапрошлый. Позапрошлый год. Сколько лет живем, у нас она распространенная. Возвод с воды ежегодно весной. Питьевую воду привозят в село по расписанию. Эту проблему мэр тоже пообещал решить. Но не сейчас. До конца года. Мы в этом году, в конце года, вам запустим подземные... То есть вы будете пить подземную воду. По сути, люди в Никольском существуют в режиме ЧАЭС или блокады. С одной стороны, очень близко подобрался угольный разрез. С другой, носятся большегрузы и не только. С третьей, глобальная стройка угольного конвейера. Плюс грязная вода. Переселение – это выход. Но если оно в планах до 2026 года, как до него дожить? Алина Голоскок, Николай Петров. Углегорские новости.